Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Десятки алых цветов, тяжелые воспоминания и единая скорбь длиною в 23 года. В Самаре почтили память погибших при пожаре в областном ГУВД. По обращению граждан, не только работы по расчистке и вывозу снега продолжаются в круглосуточном режиме. Госдума намерена ограничить срок потребительских необеспеченных кредитов пятью годами. С какой целью, расскажем в новостях экономики. Нарушил правила выплаты штраф. Сотрудники ГИБДД провели очередной рейд на оживленных пешеходных переходах города. Трагедия, которая привела к новым победам. Дмитрий Курунов о втором рождении в мире спорта. 23 года со дня трагедии. 10 февраля 1999 года произошел страшный пожар в Главном управлении внутренних дел по Самарской области. Он унес жизни 57 правоохранителей. Свыше 200 сотрудников получили серьезные ожоги и травмы. Каждый год 10 февраля на Куйбышево 42, где сейчас расположены часовня и мемориал, вспоминают о погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Их подвиги не забыты. В Самаре почтили память погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Борясь с преступностью, сотрудники ОВД ежедневно подвергают риску своей жизни. К сожалению, не обходятся без потерь. Со дня образования Самарского главка при исполнении служебного долга погибли 328 сотрудников. Абсолютно уверен, что всех погибших помнят, о них никто никогда не забудет. Порядок заведен такой прежде всего. Помимо тех общих мероприятий, которые в ГУВД проводятся, каждая служба, представителями которой являлись наши погибшие товарищи, она расширяет, как можно сказать, кураторство, оказывает помощь, помогает тем, кому это необходимо. Сегодня вспоминают милиционеров, погибших в страшном пожаре в здании областного ГУВД. В памятном возложении цветов приняла участие глава города Елена Лапушкина. Напомним, пожар начался вечером 10 февраля 1999 года. В огненной засаде погибли 57 сотрудников. Около 200 получили серьезные ожоги и травмы. У мемориала и часовни в честь князя Александра Невского, которая построена на месте сгоревшего здания, каждый год 10 февраля собираются родные, близкие и друзья погибших. Полковник в отставке Александр Капункин, в то время начальник отдела по раскрытию убийств, был участником тех страшных событий. Все были коллеги, все знакомые, со всеми бок о бок работали, поэтому вдвойне сложнее, тяжелее помнить это все. Не забывают и о семьях погибших героев. Им оказывается помощь от сослуживцев. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Вопреки всем прогнозам синоптиков, к вечеру четверга снег прекратился, и нужно это использовать, чтобы максимально эффективно очистить город от снега. Такую задачу поставила глава Самары Елена Лапушкина на совещании, где обсуждали предстоящую ночную уборку снега. Сколько снега планируют вывезти ночью и где будут проходить работы, расскажем в нашем сюжете. На городском совещании в мэрии с представителями обслуживающих организаций, ответственных за содержание домов, дворов и уличной дорожной сети, глава Самары Елена Лапушкина предметно разобрала жалобы на некачественную расчистку территории от снега, поступившей от жителей в соцсетях, и прокомментировала работу управляющих компаний. Глава города подчеркнула, что именно они, взимая с жителей плату за свои услуги, несут ответственность за безопасность жилья. Те УК, на которые от жителей поступает много жалоб, не оставляют без внимания районные административные комиссии. Они собирают материал для составления протокола об административном правонарушении. Вся адреса, озвученные сегодня на совещании, по заверению представителей управляющих компаний, взяты в работу в эту ночь. К утру замечания должны быть исправлены. Кроме того, глава города особое внимание велела уделить расчистке скатных кровель, а также подъездам к социально значимым учреждениям, ковид-госпиталям, поликлиникам, детским садам и школам. Елена Лапушкина поручила главам районов лично проверять доступность этих объектов. Самое главное – выводить максимальное количество техника, максимальное количество людей, очищать территории, в первую очередь. Обращаем внимание на уличной дорожной сети, где ходит общественный транспорт, где у нас передвигаются, конечно, пешеходы, тротуары. Это подходы к социальным объектам, это подходы к больницам, к школам, к детским садам, к другим учреждениям. Безусловно, особое внимание обращаем на очистку кровель. Очень быстро у нас нарастают сосудки на кровликах, поэтому бригада у нас работает постоянно в каждой управляющей компании, в каждом мотосажере. И, конечно, призываем всех владельцев учреждений, где есть скатный кровлик, тоже это не оставлять без внимания в обязательном порядке и, конечно, очищать. На совещании присутствовал и первый замглавы Самары Владимир Василенко. Он призвал всех причастных воспользоваться тем, что снег ненадолго прекратился, и усилить темпы работ. У нас перелиска. Если мы говорим, что сегодня снег прекратился, значит, уходим в ночь без снега, максимально отработать в ночь, чтобы был результат. Предстоящей ночью с улиц Самары планируют вывести порядка 6 тысяч тонн снега. Виктория Шара и Василий Колдашов. События. По обращениям горожан, глава Самары Елена Лапушкина проверила советский район города. В частности, расчистку снега у домов, чьи жители сообщали о бездействии своих управляющих компаний. В отдельных локациях работы над ошибками ведутся, а по некоторым адресам их необходимо усилить. Какие замечания были озвучены и какие санкции применят к управляющим компаниям, расскажет Андрей Горгулянко. Уже с утра во дворе между домами 91 и 93 поэнтузиастов работает трактор, очищает въезд и парковку. Однако жители своей управляющей компанией недовольны и написали обращение к главе города. Елена Лапушкина провела беседу с руководством организации. Коммунальщики ответили, что не смогли произвести уборку вовремя из-за припаркованных машин, хотя жители предупреждали о предстоящих работах. Глава Самары проверила еще несколько адресов, с которых поступали обращения жителей. Так, горожане написали, что сложно пройти к 28-й школе и 315-му детскому саду на Карбышево. Елена Лапушкина отметила, что тротуары в порядок приведены, а вот дорогу необходимо очистить качественнее. Проблемы с тем, чтобы пройти и проехать, испытывали и жители дома номер 177 по партизанской. Управляющая организация на обращение отреагировала, вывела на адрес технику и провела работу над ошибками. Безусловно, замечаний более чем достаточно. Конечно, есть нечищенные тротуары, плохо прочищенные дороги, дороги прочищены в одну колью. Я понимаю, насколько это неудобство создает нашим жителям. Вместе с руководителем муниципального предприятия своими глазами посмотрели. Надеюсь, что сегодня до конца дня все эти замечания будут устранены. Сегодня утром на уборку улицы дворов в Советском районе вышли 21 единица техники и 356 дворников, а также 14 бригад альпинистов, которые очищают кровли. Регулярно качество работ проверяет районно-административная комиссия. Но управляющие компании, которые свою работу выполняют недобросовестно, составили уже более 60 административных протоколов. Довольно-таки приличное количество протоколов. Но если у нас управляющие компании не понимают о том, что они должны делать, как это должно бы выглядеть, ну, значит, будем привлекать наказывать рублем. Особое внимание глава города уделила очистке не только скатных крыш, но и козырьков балконов и кондиционеров. Это должны сделать владельцы помещений. Управляющим компаниям и сотрудникам районной администрации дано поручение провести беседу с жителями о необходимости очистки своей зоны ответственности. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Городские службы благоустройства продолжают наводить порядок. На улицах Самары в ночь на 10 февраля проводили работы по расчистке, расширению проезжей части дорог и вывозу снега с улиц Дыбенко, Советской армии, 22-го портъезда и многих других. Погрузчиков задействуют сразу в нескольких операциях. Они осуществляют не только погрузку снега, но и расчищают обочины, сдвигают валы с дорог. Чем больше техники задействованы, тем большее количество участков удается привести в порядок. Сотрудники профильного департамента объезжают территории, следят за тем, как организована работа, соблюдается ли подрядчиками плановый выход техники и персонала, нет ли простоя машин. Во взаимодействии с ГИБДД прорабатывается возможность перемещения личного транспорта, запаркованного без нарушений в уже очищенные локации. Машины оставляют в зоне видимости и недалеко от предыдущей парковки. Планируется то, что на участках, где действительно стоянка транспорта будет серьезно мешать и препятствовать уборке снега, предварительно будут развешаны информации о том, что, допустим, в ночь планируется уборка снега с просьбой жителям убрать свой автомобиль. Только за предыдущую ночь на специальные площадки доставили около 7 тысяч тонн снега. Количество техники для уборки улиц нарастили до 293 единиц, в том числе самосвалов для транспортировки снега, до 146 машин. Днем 10 февраля в уборке улиц задействовали 168 единиц техники и 227 рабочих. Дворами и внутриквартальными территориями занимаются 2753 человека и 122 спецмашины. По сравнению с предыдущим днем количество дворников увеличили почти на 100 человек техники на 27 единиц. Очистили и 301 скатную кровлю. Темпы и объемы работ не снижаются. Документ старый, правила новые. Срок действия российских паспортов при достижении 20 и 45-летнего возраста продлили. Теперь они будут оставаться действительными до дня оформления нового документа. Сколько действует отсрочка, узнала Елена Чернявская. Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45-летнего возраста, продлен на 90 дней. Если ранее гражданину необходимо было сразу менять паспорт, так как документ автоматически становился недействительным, то теперь экстренно переоформлять его не нужно. По достижению возраста 14-20-45 лет госпошлина составляет 300 рублей. Если заявление подано через портал государственных услуг, госпошлина будет составлять 210 рублей. Что касается утраты паспорта, либо непригодности к использованию, то есть когда паспорт изрисован, порван, постиран, что-то с ним произошло, то государственная пошлина будет составлять 1500 рублей. Если заявление по непригодности к использованию будет подано через портал государственных услуг, то государственная пошлина будет составлять 1050 рублей. Утратил свою необходимость и стал необязательным и штамп о браке. Теперь владельцы документов самостоятельно решают, проставлять отметки или нет. К примеру, можно по желанию указать свой ИНН или сведения о группе крови, а вот штамп о регистрации по месту жительства остался обязательным для всех. То есть когда гражданин по достижению возраста, например, 45 лет, он пришел подавать заявление на замену паспорта, он в обязательном порядке пишет заявление, какие хотел бы отметки увидеть в своем паспорте. И что касается внесения в паспорт детей. Если ранее можно было прийти папе с двумя паспортами и с весом рождения, и мы спокойно вносили, то теперь каждый родитель пишет свое заявление и согласие на внесение соответствующей отметки в паспорт. Подать заявление на замену паспорта удобнее через портал госуслуг. Однако процедура не полностью дистанционная. Без посещения подразделений МВД не обойтись. Рамелю Махмутову недавно исполнилось 45. С замены паспорта решил не затягивать. Подал заявление через госуслуги, оплатил госпошлину со скидкой и пришел за новым документом. Процедура оформления заняла всего 4 дня. Прислали опять уведомление о том, что в назначенное время прийти, подать документ и все остальное. Через 3 часа я получил новый паспорт. Достаточно быстро, достаточно легко при условии желания. Считаю, данное подразделение профессионально работает. Так держать. Несмотря на новые бонусы и временную отсрочку, заменить паспорт необходимо каждому. В противном случае придется выплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В будущем, говорят эксперты, бумажные документы должны полностью заменить на электронные. Паспорта сделают в форме электронной карточки, в которых будут содержаться данные с НИЛС, ИНН и банковских карт. Елена Чернявская, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шарая уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Госдума намерена ограничить срок потребительских необеспеченных кредитов пятью годами. С какой целью? Чтобы снизить чрезмерную закредитованность населения. Остановлюсь на этом подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 11 февраля 74 рубля 72 копейки. Евро 85 рублей 37 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 91 доллар 66 центов за баррель. Госдума намерена ограничить срок потребительских необеспеченных кредитов пятью годами. Такой законопроект планируется принять в весеннюю сессию парламента. Нижняя палата планирует рассмотреть документ в первом чтении. Банки обяжут включать в расчет полной стоимости суд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг. Такие меры планируются в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки. Ранее сообщалось, что чуть менее трети заемщиков в России практически потеряли шансы получить деньги в долг у банков из-за низкого значения персонального кредитного рейтинга. На их долю приходится 8% одобрений заявок на потреб кредиты. В 2021 году за счет ввода налоговой ставки 15% на доходы россиян, превышающие 5 миллионов рублей в год, федеральный бюджет получил почти 83 миллиарда. Такой доход соответствует месячной зарплате выше 416 тысяч рублей. Больше половины суммы обеспечила Москва. В топ-10 регионов также вошли Челябинская область и Дагестан. Бюджетная система России в 2021 году собрала 636,5 миллиардов рублей налога на доходы физических лиц по повышенной ставке 15%, следует из данных Федеральной налоговой службы. Элемент прогрессии НДФЛ был введен в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина, объяснявшейся необходимостью найти постоянный источник финансирования лечения редких болезней у детей. В текущем году цены на стройматериалы в России могут вырасти до 10%. Об этом заявили в Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий. Увеличение может коснуться отделочных стройматериалов и древесных плит. Причиной такого прогноза стало возможное повышение ввозной пошлины на меламин, компонент для производства этих материалов. Она может увеличиться с 5% до почти 20%. Повысить размер пошлины предложила Евразийская экономическая комиссия. Представители Ассоциации обратились в Федеральную антимонопольную службу и попросили разобраться в вопросе, не допустив формирования монополии. Сейчас заявление находится на рассмотрении в ведомстве. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Снизить количество аварий с участием пешеходов – одна из главных задач самарских инспекторов ДПС. Регулярно сотрудники госавтоинспекции проводят разъяснительные беседы с водителями и устраивают профилактические рейды. Один из таких сегодня прошел на пересечении улиц 22-го портъезда и Старозагора. В рейд отправился Максим Магомедов. Алексей Драчев за рулем почти 20 лет. Признается, что правила иногда нарушает, но к пешеходам всегда внимателен. Автомобиль, отмечает Алексей, средства повышенной опасности. Поэтому свои действия на дороге необходимо контролировать. Пешеходов пропускать, безусловно, надо, потому что машина все-таки металлическая, а человек не совсем, то есть столкновения они не выдержат. Любой пешеход, любая жизнь, она важна. Особенно в таких условиях, когда машину заносит, быстро остановиться невозможно. То есть либо приходится заранее останавливаться, притормаживать перед пешеходным переходом, либо могут быть очень неприятные последствия. Поэтому стараюсь всегда это делать. С целью предупреждения несчастных случаев на дороге сотрудники ДПС провели профилактический рейд, в ходе которого проконтролировали соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами. При выходе из общественного транспорта не обходите его ни спереди, ни сзади. Подождите, пока транспорт отъедет, и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны движения. Зачастую некоторые подвергают свою жизнь опасности, перебегают дорогу в неположенном месте, чтобы сэкономить несколько минут и не идти до перехода. С такими пешеходами сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы и выносят предупреждение. Если нарушение повторяется вновь, тогда гражданина привлекают к административной ответственности и выписывают штраф в размере 500 рублей. В отношении водителей, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам, выносится постановление по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях, что влечет наложение штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Наезды на пешеходов осуществляются не только из-за слабой транспортной дисциплины водителей, но и из-за неумения пешеходов грамотно оценить дорожную обстановку и не убедиться в безопасности. Пешеход должен понимать и знать, что он может перейти проезжую часть, убедившись, что водитель транспортного средства его пропускает. Если с пешеходом в проезжую часть переходит ребенок, то ребенка обязательно держать за руку. В ГИБДД говорят, в случае нарушения уйти от ответственности не получится. Каждый патрульный автомобиль оборудован видеокамерами, а видеозапись прилагается к административному материалу. По словам инспектора в ДПС, каждое третье ДТП происходит с участием пешеходов. Только с начала этого года на дорогах Самары зафиксировали 31 аварию. Одну из них с летальным исходом. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Когда воля и любовь к жизни сильнее обстоятельств, дайвер и хоккеист Дмитрий Курунов потерял ногу, но не отчаялся. Он не только вернулся в спорт, но еще и помогает другим. Организовал детскую команду по слэдж-хоккею и уже мечтает о новых горизонтах. Тему продолжит Виктория Шарая. Дважды в неделю тренировки по слэдж-хоккею, трижды в бассейне и еще три раза в неделю мячевой бой. В таком жестком графике Дмитрий Курунов живет последние шесть лет. С тех пор, как в его жизни произошла трагедия. В 2016 году он работал инструктором по дайвингу в Таиланде. А когда после погружения всплыл на поверхность, по нему на высокой скорости промчался катер. Дмитрий потерял ногу, но не утратил веру в себя и свои силы. Он всегда занимался спортом, решил освоить новые направления. Я стал искать, что мне поможет побыстрее реабилитироваться, какой вид спорта. И на протезном предприятии встретился с ребятами, стал у них спрашивать, говорить про себя. Нырять-то я нырял с одной ногой, у меня это было без проблем. А когда получил протез и стал ходить, захотелось еще что-то. Меня позвали в хоккей. Я же не встану, я не смогу на протезе, я пока еле хожу. У нас есть пока слэдж-хоккей, можно кататься в санях. Освоив слэдж-хоккей, Дмитрий решил создать детскую команду. Там успешно занимаются ребята с ДЦП. Но пока из-за коронавируса тренировки не проводятся. Хоккей Дмитрию показалось недостаточно. До травмы он участвовал в исторических реконструкциях, сражался на мячах. На сборах увидел, что существуют реплики. Мягкие копии средневекового оружия. И решил освоить этот вид боя. Освоение пошло. Причем я тренировался на равных. С ребятами, как я их называю, полноприудные. Я на одной ноге. И выходил в лидеры. Поэтому мне предложили пойти на курсы и стать инструктором. Сегодня Дмитрий Курунов – единственный в России инструктор мячевого боя на одной ноге. В этом году появились конкуренты. В Москве также подготовили команду. 21 февраля самарцы поедут в столицу на сборы. Пока у меня путь научиться самому рассказать и научить других, что человек может сделать на обычном протезе, предназначенном для ходьбы. Вот у меня протез, он собран, можно сказать, по индивидуальному заказу. Но поскольку он ориентирован лучше на ходьбу, у него очень хороший мягкий шаг. Он держит легкий бег, он держит легкие прыжки. Но вот для большого спорта просто за спортсменами не убежишь, которые бегают на профессиональных, на таких, на пружинных скобах. Но тем не менее, скажем, для метания ножа, для фехтования. Не покидает Дмитрий и мечта вернуться в обычный хоккей. И постепенно с саней я остановлюсь потихонечку, тренируюсь и возвращаюсь в вертикальный хоккей. Тут немножко посложнее, но не все сразу. Дмитрий говорит, если чего-то по-настоящему хочешь, нельзя останавливаться на пути к мечте. Еще у меня в плане сейчас освоить танцы и, может быть, для ребят открыть школу танцев. Я попал под катер, когда учился танцевать сальшем. И обидно то, что не доучился. Мне очень хочется это восполнить. Виктория Шарая, Николай Сидоров. События. Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» одолел в первом матче 10-го тура Суперлиги «Норильский Никель». Команда-соседи по турнирной таблице недавно встречались в Кубке России. А потому встреча получилась напряженной. Подробнее об этом и других новостях расскажем в нашей спортивной рубрике. В 10-м туре Суперлиги мини-футболисты «Динамо Самара» принимали дома «Норильский Никель». Счет в матче открыли хозяева. Отличился Решат Котлеров, бывший игрок норильчан. Этот гол придал динамовцам уверенности в своих силах. Самарцы активно атаковали до конца первого тайма и смогли удвоить свое преимущество перед перерывом. Из раздевалки норильчане вышли с другим настроем. Смогли переломить игру и даже отыграть один мяч. После упорной борьбы самарцы вновь забили. Гости бросили все силы, чтобы отыграться, но забить смогли лишь однажды, на последних минутах. 3-2. Победа «Динамо Самара». 11 февраля в Ревде пройдет первый матч финальной серии Кубка России по баскетболу. Местной команде «Темпсумзу ГМК» будут противостоять игроки Самары. Команды – победители последних двух розыгрышей турнира. В 2020 году был такой же финал. Тогда верх взяли самарцы. А в прошлом году соперники встретились уже в полуфинале. Уральцы оказались сильнее и стали в итоге обладателями Кубка. Самара против Ревды – одно из самых долгоиграющих противостояний среди клубов Суперлиги-1. Начиная с 2013 года соперники провели друг с другом 33 официальных матча. Общий баланс встреч в пользу Самары. 20 побед, 1 ничья и 12 поражений. Хоккеисты ЦСКА ВС готовятся к четырем последним играм сезона ВХЛ. Все они пройдут в Самаре, но без поддержки болельщиков. Зрители не будут допущены на арену из-за ковидных ограничений. Открывают домашнюю серию летчики против Химика из Воскресенска. Подмосковная команда уже решила главную задачу и вышла в плей-офф. В последних играх регулярного чемпионата они будут готовиться к играм на вылет. В первом круге Химик победил ЦСКА ВС 3-1. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в Телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!